Ну а теперь дай механику, которую я вам обещал. Давайте прикинем себе, как будет выглядеть вот этот разрез, я взял так, поперечный разрез через грудную клетку липуна. Не важно, что это за летучая птица, летучая мышь или птерозавр. Так, картинку мы увидим вот такую. Вот позвоночник. Вот его брак. Кто знает, как называется вот эта костяная пластина, на которой сходятся ребра. Грудину совершенно, вверху там грудина. Вот лопатки. И вот здесь сразу вот такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, у нас с вами лопатки находятся на спинной поверхности тела, боковой или брюшной? Спинной. На спинной. Теперь у кролика, ну как у курицы вы не знаете. Значит, у кролика, лошади, собаки, лопатки на какой поверхности тела лучше? На боковой. На боковой, конечно. Без недельку вам будет понятно, почему у нас лопатка назад уехала. Это для того, чтобы получить широкое плечо и очень большую амплитуду движения в плечевом составе. Значит, наши предки-древесники. Властители трехмерной деревесной среды. Так, их жизнь зависела от того, насколько удачно хватались за ветку при очередном прыжке на высоте 25 метров. Поэтому, плечевое создание должен быть максимально свободным. А для этого необходимо иметь широкую ключицу. Для сравнения, как по-вашему, а какие ключицы у лошади и у коровы? Лошади и коровы широкоплечья или скоплечья? Скоплечья. Скоплечья. Очень скоплечья. Ну, представьте себе, я корова, вот так встанет, и делаю вот такое движение. А это возможно или нет? Нет. Да нет, у него лапа просто не пойдет в это направление. Короткая ключица не даст. Для того, чтобы иметь большую амплитуду движения в плече, необходимо иметь длинную ключицу. Так? Ну и теперь следующая вещь. Ну, на четвереньке я вставать не буду, а сделаем вот как. Когда птица летит, у нее позвоночник терконтикулярная поверхность земли или параллельно? Параллельно. Параллельно. Вот я птица, я лечу. Обратите внимание, какие движения совершает моя крылья. Они то поднимаются в сторону спины, то опускаются в какую сторону? В сторону живота. Понятно? Вот это движение. Вот это и будет основа маршевого полета. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ты скажите, пожалуйста, ну вот теперь я выпрямился, но тем не менее, если я в выпрямленном положении такие движения сделаю. Что было за движения такие? Движения полета. Вот они. Это понятно? Классно. А теперь подумаем. Вот так под животом мы руки свести можем? Да. Без проблем. А теперь аж с стороны спины. Да. Не можно. Не выйдет. Не разворачивая кисти, у вас, конечно, не выйдет. Лопатки не будут. У нас же лопатки с спинной стороны, они уходятся друг в друга. Правильно. Если мы хотим иметь широкий взмах, что надо делать с шириной лопатки? Уменьшить. Страшно уменьшить. У всех летунов лопатка очень узкая. Не просто узкая, а очень узкая. Вот его выступы. И идут они вдоль позвоночника, дополнительно увеличивая жесткость туловища. Зачем нужна жесткость туловища? Представим себе, что мы взяли и делали крокодилу. Вот так. Огромное, могучее крылья. И крокодил полетел. Да. Все представляют, какое положение займет его тело в полете. Смотрим. Это крылья у крокодила, могучее и сильное. Вот такое положение займет тело в полете. Почему? Скорее всего, это очень тяжелое. А значит, поверьте. Вся у нас тело подвешено только к этому суставу. Это понятно? Да. Тело держится за воздух, за этот сустав. Да. И если позвоночник длинный и гибкий, без ключевого слова гибкий. Что будет сделано? Возвращение. Возвращение. Возвращение, как макаронина. Всю массу собрали в районе точки подвески. А все, что торчит в сторону, очень сильно облегчит. Да? Вот в этом случае ничто провисать не будет. Хорошо. Ну а дальше, самое главное, неприятность пойдет. Во-первых, лопатки у нас узенькие вот здесь. Вот он, плечевой сустав. Вот плечевой сустав. И хочу вам задать сакраментальный вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда птице, надо развивать больше усилия в полете. Опуская крылья или поднимая крылья? Поднимая крылья. Поднимая крылья. Это классно. Значит, когда вы поднимаете крылья, в каком направлении крылья сбрасывает воздух? Воздух куда летит? Вверх. Вверх. В каком направлении вы толкнули свое тело? Вниз. Вниз. Если вы с усилием поднимаете крылья, вы очень успешно играете в кирпич. То есть вы летаете примерно как кирпич. В стадиону крыла вообще фокус. Надо постараться его как-то так поднять, чтобы по возможности никакой воздух вверх не бросить. Здесь очень хитрые решения будут. Но давайте поговорим вот о чем. А как получить силу, которая не даст упасть? Какое движение надо с большим усилием делать? Вниз. Куда воздух бросать надо? Вниз. Вниз. Это значит, что с крыльями надо делать. Вниз. Опускаем. Итак, главное усилие, создающее импульс, держащий тело в воздухе, это усилие при опускании. Ну а теперь, вот ключевые кости, да? Это значит крылья. Крылья может вот так вот качаться в один сустав. Он может подойти к доске, какого есть желания, и попробовать примерно прикинуть, как надо провести мышцу, чтобы она хорошо опускала крыль. То есть вот это движение создавало с усилиями. Итак, желающие есть? Поэкспериментируйте. Итак, как подвести мышцу с усилием... Давайте вперед, давайте. Пока запускаем. Спадем чуть позже. Ну, во-первых, один конец, конечно, надо вот эту кучу припереть. Так? А второй конец куда припереть будет? Если вы вон туда хотите, а будет ли тогда движение крыла? А если клава? Вы хотите вот так пройти, да? А куда? Ага, вот так. Костиска на 100 до 100 кузанка. Скажите, пожалуйста, а при работе мышцы могут совершать работу? Удлиняясь, сокращаясь, или всё равно? Удлиняться и сокращаясь. Только сокращаясь. Ставим номера точка 1, точка 2. Мышцы перешла в рабочее состояние. Не-не-не. А вот здесь вторая такая, тоже не сломается. Но вопрос. Точка 2 не уехать не может. Она эффективна, позвонок. Чего у нас точка 1? С какого перебога я отрывался? Здесь сустав, в этом месте. Она может только... Так она пущется или поднимется? У вас, конечно, вот этот вот участок сократился. Куда точка 1? Не ехал. Вот сюда. Смотрим. Вы взяли, вы перенестили сюда. Вот у вас это движение опускания крыла и поднятие крыла. Поднятие крыла, она на запуске крыла. Барышни, уже прогули, садимся. И вот теперь два соображения очень важных. Так, допустим, я захотел повисеть на потолке. Взял большую стремянку, ленту потолка, намазал кончик пальца суперклеем, залез в стремянку и прибегался. И после этого пихнул ногой стремянку. Скажите, пожалуйста, я буду висеть на потолке или нет? Нет. А почему? Что произойдет? Пальцы оторвется. Не пальцы оторвется. Клея. Кожа оторвется. Что проще порвать? Ну, скуток кожи или весь палец? Ах, да, и голову. Ну, кожа просто оторвется. Значит, упрямый. Я опять поставил стремянку и намазал всю ладонь суперклеем. И второй. И после этого поднялся и прижал обе ладони к потолку. Вот теперь я смогу повисеть? Да. Да, почему? А я увеличил позже контакты. В результате усилие распределилось по большой площади и биологические ткани выдержали. Вот теперь смотрим. Вот эта мышца должна развивать очень большое усилие, опуская кровь. Как по-вашему, какую площадь крепления сухожилия надо этой мышце предоставить? Вот если она в одной точке какой-нибудь косточке привязана, и мощная мышца перешла в рабочее состояние, чтобы с этой точкой перерастать, а мышца оторвется в кости. Поэтому, собственно, так по форме костей можно конструировать внешний вид живых существ. Вот всякие дружеские партии, когда их конструируют внешний вид динозавров, а заодно конструкция герасимова, лиц, человеков и черепов, построена очень простая идея. Чем мышца сильнее, тем более шероховатая площадка для ее крепления. Для крепления ее схожилия. Шероховатая поверхность обладает большей площадью. Значит, в результате, а эти мышцы должны быть не просто сильные, а суперсильные, площадки должны быть огромные. Поэтому на грудине вырастает вот такой поперечный крепень, который позволяет прикрепить полетную мускулатуру вот так. И получили мы действительно могучие мышцы. Кстати, ну-ка, давайте прикинем. А у каких-то современных аэрос, у каких-то современных птиц, самые сильные полетные мышцы из всех. Небольшая подсказочка. Они летают не сквозь воздух. Пингвины летят через среду, которая в тысячу раз более плотна, чем воздух. Они летят сквозь воздух. Они одетми лапами отталкиваются. Они летят, это нормальное движение полета. Но для того, чтобы работать крылом в очень плотной среде, необходимы просто могучие мышцы. Поэтому у пингвина огромная грудина. И до четверти массы тела приходится вот на эти две мышцы. А теперь, Боря, Боря-Борькая, скажите, пожалуйста, на физике или на математике вы вектора проходили? Вектора и скаляр. Ах, не проходили. Тогда шкур я продам. Тогда вам сложно будет занять решение этой задачки. Но, тем не менее, попробую объяснить. Итак, вот оставим в точке. Точки 1 и 3 – это точка крепления в сухожилии к ключевой кости. Точка 2 – это точка крепления противоположных концов мышцы вот сюда, делю. Вот это после грудин называется китинг. Так? Хорошо. Скажите, если мышцы сократились, как по-вашему, какие точки могут сдвинуться, а какая останется на месте? Давайте разберемся, может ли куда-нибудь уехать точка 2? Нет. Нет, она не подвижна. А вот точка 1 находится за суставом. Дело в том, что вот здесь это сустав. Соответственно, если мышца сократилась, то с очень большим усилием эти точки потянут вниз. А вот теперь, ну геометрия-то у вас есть в большинстве, ага. Посмотрите, может быть, глазами просто сами эти задачи решили. У вас есть вот такая задача. Есть у вас трюбовничка. Так? Вот у вас 1 точка, 2 точка, 3 точка. Ну, если у нас зверюга не кривобока, то более понятное дело равнобеда. А теперь, вот возникло усилие, которое будет тянуть эту точку в эту сторону. И вот усилие, которое тянет эту точку в эту сторону. Скажите, эти стрелочки направлены строго по вертикали? Нет. Смотрите на рисунок. А это значит, что подобное усилие будет только сокращать вот это расстояние, расстояние S, или еще что-нибудь делать? Еще что-нибудь делать. А еще какое расстояние будет сокращаться? А, точке 1 и 5. Ага. Смотрите. Вот если эти точки съезжают вот сюда, что с длиной вот этого расстояния? Уменьшают. А теперь перейдем на русский язык. Смотрите, что делает летная мускулатура. Она стремится прижать плечевой сустав к грудине. Согласны? Да. Согласны. Значит, не дает это сделать ребра. Скажите, а вот здесь, между ребрами что-нибудь? Согласны. А какие органы? Сверхознение. Легкие, раз. Сердце. И сердце, два. Классно. А теперь прикиньте, что будет, если мы поставим сильную полетную мускулатуру. Птица взмахнула крыльями и раздавила себе грудную клетку. Причем, неважно в каком направлении. Но, скорее всего, она раздавится в этом направлении. Все это будет. Но, собственно, если она в этом направлении раздавит, от этого легче не будет. Но, все же, как логический тупик. Вроде бы, конструкция запрещает ставить сильную полетную мускулатуру. Вроде бы запрет. А мне. О самом первом занятии мы говорили, что кроме свободной конечности, в любой конечности, есть пояс конечностей. Наклинаю, что в передней конечности это пара лопаток и еще две косточки, которые уже с брюшной стороны идут вот так вот в грудине. Одна из этих косточек у нас есть, называется она ключица. А вторая кость у млекопитающих исчезла, называется каракой. Значит, обратите внимание, обе кости идут от ключевого сустава к грудине. Проводим здесь на схеме. Кот к грудине, согласны? У птиц гигантские каракои. Ровно такой же каракои у совсем не родственных птицам птерозавр. Зачем им нужен такой огромный? А скажите, после того, как эта подпоконка возникла, может ли теперь мышца сдавить дебилплеску в этом направлении? Или ничего не выйдет? Это подпоконка. Не дающая разрушить грудную клетку. Итак, огромная вороньи кости каракойная. Еще интереснее, что ключица должна от ключевого сустава, так как каракоид, идти до грудина. Но она не дорастает. В результате, концы ключиц срастаются вот так друг с другом. Обратите внимание, что мы получили. А мы получили костяную пружину. Когда птица опускает кровь, возникают усилия, вот это, прижимающие плечи друг к другу. Что будет с этой пружиной? Ее сжимают. Ее сжимают. А теперь птица просто расслабила мышцы, она не напрягается. Так? Энергия, запасенная в этой пружине, что будет делать с ключевым суставом? Раздвигательный. 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 Какое движение начнется? Обратное. Начало подъема крыльев. В результате, эта система позволяет не только избавиться от разрушения грудной клетки, но еще очень эффективно запасать энергию взмахом для того, чтобы обречить следующий этап, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...